Учителя, какой самый бредовый поступок родителей и учеников вы видели? Я работала в яслях, и один папаша на протяжении трех месяцев приходил к нам и кричал, что мы до сих пор не приучили его ребенка к горшку. Самое интересное во всем этом было то, что его ребенку еще не было и двух лет. Я когда-то вел уроки рисования у детей. Однажды одна девочка вошла в класс и застенчиво сказала мне «Привет». Ее мама рассердилась на нее и строгим тоном велела ей выйти и снова зайти в кабинет так, чтобы произвести на всех впечатление. Девочка вернулась, одарила меня широкой фальшивой улыбкой, помахала рукой и сказала «Здравствуйте». Эта же мать также слишком часто старалась довести до моего понимания, что они живут в очень престижном районе и их дети учатся в элитной частной школе. Я не учитель, но уверен, что если бы мой учитель сидел на реддите, моя история была бы здесь. В начальных и средних классах в нашей школе преподавали китайский. Моя мама не разрешала мне ходить на эти уроки из-за своих предубеждений. Школа сказала, что не будет нанимать сотрудника для того, чтобы просто сидеть со мной в классном кабинете, пока все остальные будут сидеть на уроке китайского. В итоге это сделала сама мама. С первого по седьмой класс раз в неделю все мои одноклассники шли в другой кабинет на урок, пока я сидел один со своей мамой в классном кабинете. В девяностые, в первый день работы моей мамы в детском саду, один родитель сказал ей, «Мой ребенок будет учиться в Гарварде. Что вы сделаете для того, чтобы помочь ему поступить туда?» Родитель старшеклассницы, которая постоянно нарушала порядок на уроке и проявляла неуважение ко мне, считал, что если он будет сидеть на моем уроке, то его дочь будет вести себя хорошо. Отец и дочь затеяли спор посреди урока. Пришлось попросить их обоих выйти, потому что они мешали мне вести занятия. Эти родители позволяли своему ребенку прогуливать более трети всех учебных дней, ни разу не ответили на мой звонок, не пришли ни на одно родительское собрание. Затем, когда их ребенок завалил предмет, заявили, что меня должны уволить за плохое преподавание. Моя мама работает директором школы в не очень благополучном районе. Ей часто приходится иметь дело с трудными родителями. Пару месяцев назад одна школьница напала на другую школьницу в столовой. Когда мама притащила зачинщицу в свой кабинет, та пригрозила моей маме, что наваляет ей. В школу были вызваны родители девочки. Ее мать пришла и тоже пригрозила навалять моей маме. Никто никому не навалял. Однако был звонок в полицию. Я работаю ассистентом учителя в коррекционной школе. У нас был ученик 9 лет с аутизмом. Его мама как-то рассказала мне. Ему больно какать в унитаз. Поэтому она позволяла ему какать в штаны. Однако в школе мальчик без проблем и самостоятельно ходил в туалет. Было очевидно, что ему совсем не больно делать это в унитаз. Я работала в программе социализации для детей с особыми потребностями. Мать одного замечательного мальчика с тяжелой формой аутизма и полным отсутствием речевых навыков однажды устроила на людях ссору с директором по поводу того, что его нужно перевести в школу с детьми без проблем с развитием. Она сказала нам, что у ее малыша нет никаких проблем. Он потрясающий ребенок, но не смог бы справиться с таким огромным количеством раздражителей. Было очевидно, что он совсем не может общаться. Думаю, немалое количество родителей детей с особыми потребностями находится в состоянии отрицания, что наносит ущерб развитию их детей. Это произошло на школьном конкурсе талантов, где участвовали ученики со всех школ округи. Короче говоря, это была куча подростков преимущественно из сельской местности, которые показывали фокусы, пели, играли на инструментах, исполняли песни на языке жестов и тому подобное. Одна мать сказала своей дочери, что здесь, возможно, присутствуют представители крупных студий, которые разыскивают таланты. Ее дочь сильно перенервничала и провалила свое выступление. Серьезно? Какая крупная студия стала бы отправлять своих представителей на мероприятия для учеников средних классов сельской местности? Я работал с группой одаренных старшеклассников, которые обучались на летних курсах. Однажды мы пошли на экскурсию, и родители одной из учениц должны были забрать ее пораньше, потому что ей нужно было поехать на прием к доктору. С группой можно было связаться, лишь позвонив на мой сотовый телефон, поэтому я дал родителям ученицы свой личный номер. Этот летний курс длился еще одну неделю. За это время я получил 23 сообщения и 15 звонков от этих родителей с вопросом, почему их дочь ученица 10 класса не перезванивает им. Я директор. У нас был очень одаренный ученик, который чуть не умер во время родов. Его мать испытывала очень сильное чувство вины, поэтому не смела сказать или сделать что-то, что могло его расстроить. То есть ребенок был главным. Ученик своей ложью создал проблемные ситуации, в которые вовлек других учеников и учителей, затем рассказывал своей маме придуманную историю, и она прилетала для того, чтобы защитить его. Она даже говорила, что ее сын никогда не лжет. В общем, это был очень трудный год для школы. Через год ученик убедил свою мать, что наша школа – это сборище хулиганов, плохих учителей, да и директор некомпетентный. Они забрали его и перевели в частную школу. Хороший ход. Я учитель танцев. Одна родительница забрала свою трехлетнюю дочь с репетицией танцевального концерта, хотя она уже внесла 300 долларов для организации концерта и 250 за обучение своего ребенка. Она сделала это из-за того, что группа, в которую ходила ее дочь, получила роли противных, по ее словам, мышек из «Золушки», а другая группа получила роли русалок из «Ариэль». Костюмы мышей были очень красивыми, розовые топы, серые пачки с блестками, и их танец был признан самым крутым выступлением вечера. Услышав отзывы, она попыталась убедить нас снова устроить этот концерт, чтобы ее дочь могла выступить. Моя мать работала в столовой детского сада, когда я туда ходил. В нашей группе была одна девочка, страдавшая от ожирения. Она не могла дойти от кабинета до столовой, не устав от такой нагрузки. Моя мама и несколько других сотрудниц столовой начали менять меню, когда она вставала в очередь, чтобы она могла выбрать более полезную еду. Ее мать пронюхала об этом, и после этого девочка начала приходить со своим обедом. Он всегда включал в себя печенье, шоколадные батончики и газировку. Не понимаю, как родитель может позволять своему ребенку жить так и поощрять это. Я не говорю, что детям нельзя давать сладости, но как, черт возьми, можно допустить, чтобы это дошло до такой степени? Я был учеником, но мне пришлось разбираться с щекнутой родительницей. Мама моего одноклассника пожаловалась, что я пропустил более 50% уроков и получил 5. А ее сын, который пропустил всего один день, провалил предмет. Она пыталась добиться моего отстранения от уроков, когда поняла, что ее сын не сдаст предмет. Мне пришлось ходить на специальные встречи, где присутствовали этот одноклассник, его мама, я и администрация во время обеденных перерывов на протяжении двух недель, чтобы объяснить этой чокнутой стерве, что я не собираюсь проваливать предмет. Я веду уроки французского в начальных классах. В конце каждого месяца в качестве поощрения я разрешаю детям посмотреть часть фильма на французском. В общем, я отправила записки родителям детей, чтобы сообщить им об этом плане и о том, какие примерно фильмы я хотела бы показать детям. Среди этих фильмов был «Красавица и чудовище». Вскоре после того, как я отправила записки, родители одного из учеников прислали мне по электронной почте письмо о том, что список их в основном устроил, но им бы не хотелось, чтобы их дочь смотрела фильм «Красавица и чудовище». Они не объяснили причину. Другие учителя сказали мне, что родители этой девочки очень странные и поделились парой историей о них. Это была очень религиозная семья, и они не хотели, чтобы их дети сталкивались с чем-либо неприличным. Я видел, как один родитель сорвал со стены кабинета постер об эволюции и заявил, что это нарушает право его дочери на свободу вероисповедания. Я не имел ни малейшего понятия, что теория эволюции и религия – смертельные враги. Пара наняла меня для того, чтобы я обучил их 13-летнюю дочь с лишним весом ездить на велосипеде. Девочка согласилась на это лишь с условием, что ей купят велик за 450 долларов. Родители купили его. Во время урока она просто села, надулась и отказалась делать что-либо. Мне все равно заплатили. Я не учитель, но у меня есть знакомый, который попытался перевести своего сына на программу обучения для детей с отклонениями в развитии, хотя средний балл успеваемости его сына был нормальным. Парень был совершенно здоров, он даже подрабатывал компьютерным техником с 15 лет. Его родители реально чокнуты, а сейчас он пытается избавиться от их опеки. Однажды 11-летняя школьница между делом сообщила мне, что она сейчас живет дома одна. В каком смысле живешь одна? Ее мама улетела в отпуск в Испанию или еще куда-то. То есть за тобой приглядывают родственники? Нет, ее оставили совсем одну на две недели. Мама оставила ей деньги, чтобы она покупала еду в местном магазине. Сообщил администрации школы, они проверили ее дом, она на самом деле была одна. В какой безумной реальности мать может считать, что можно оставлять 11-летнюю дочь совершенно одну дома и укатить в отпуск с очередным ухажером? Оказалось, это не первый раз, когда женщина провернула этот трюк. Она сделала так же за год до этого, тогда ее тоже поймали на этом. Я проводила урок в младшей школе. Одна маленькая девочка вела себя на уроке очень тихо, что не так уж и плохо, с учетом того, что это был ее первый урок с новым учителем. Посреди урока ее мать вошла в кабинет и шлепнула ее по затылку, отругав, что она говорит слишком мало. С этого момента я начала запирать кабинет изнутри во время занятий. Мать пригрозила, что переведет свою дочь в другую школу, если ей не дадут партию солистов во время исполнения песни Оу Холли Найт на рождественском концерте. Голос ее дочери не подходил для этой партии. Более того, она призналась учителю и другим участникам хора, что она не хочет этой партии, что ее мать сама придумала эту проблему. Ее мать устроила скандал перед учениками и руководством. В конце концов, она перевела дочь в другую школу, где ее изумительный талант будет оценен по достоинству. Я был вожатым в летнем лагере для детей 5-8 лет. Большинство родителей составляли матери-одиночки. Моя мама, которой принадлежал лагерь, посоветовала мне не дружить с ними помимо лагеря, потому что они отчаянно пытаются найти себе мужей. А так как я единственный мужчина в лагере и работаю с детьми, то я стану их главной целью. Однако я не послушал ее и подружился с одной родительницей. Я думал, что это просто платоническая дружба, пока ее дочь однажды не сказала мне, что ее мама сказала, что я ее новый папа. Девочка расплакалась, когда я сказал ей, что это не так. Честно говоря, у меня тогда заныло сердце, потому что девочка даже не знала своего настоящего отца. Позже мне пришлось уволиться, потому что ситуация обострилась, когда родительница начала рассказывать своим подругам и другим вожатым, что она встречается со мной и говорит своей дочери, что мы скоро поженимся, и я стану ее новым папой, который любит их больше жизни. Это прямая цитата. Она сказала это дочери в моем присутствии, когда приехала забирать ее в конце дня. Все это произошло, когда мне было 18 лет. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Предлагаю также посмотреть наши похожие видео, которые вы видите на экране. Удачи и до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok